У нас сегодня легкий разбор, так, ну, скажем так, попытка посмотреть на что-то не в терминах автоматов, и чтобы рассказать, что надо делать, почему это будет работать. Была просьба сделать какое-то дократельство, я вам докажу основную теорему, вот, некоторые ссылки оставлю открытыми, потому что кажется, что у меня может идти времени. Я ставлю своей целью объяснить, что конкретно в этом литме происходит и как его реализовать, с поправками на то, что там некоторые вещи будут неоптимальными, но я считаю, это хорошее упражнение для политического трека, подумать, как написать прям паст. Значит, у нас LRK-разбор, о нем надо думать как о каком-то предпочете на литме Эрле, вот. На самом деле существуют задачи, я ее в конце дан, так надо подумать. У меня она была в домашнем задании, тут она будет чисто опциональная, а то, как всегда, ситуация есть, а ситуация там. На самом деле это одно и то же. Но обойтем по порядку. Значит, LRK-разбор – это некоторая система набор правил. Собственно, любой разбор вида LR, ну, перенос свертка, за звезды функциями. Это функция действия, это action функция. Функция перехода. Как бы вы ни писали LR, на самом деле то, что скажу, это один способ писать LR, есть некоторые другие способы. У вас будет система правил. F – это функция, которая на каждом шаге смотрит K-символов. Или не больше, чем K-символов, если у нас строка кончилась. То есть здесь я напишу вот такой вот sigma объединить с пустым словом. И возвращаю это одно из действий. Что нужно сделать? То есть вы видите K-символов следующий на ленте. Что нужно сделать? Нужно сделать либо перенос, либо свертку по какому-то правилу, либо у нас будет reduce 0, это свертка по другому правилу. Это то же самое, что принятие, либо ответ. Собственно говоря, что это за нулевое правило такое? Назовем громадчик пополненный, если мы такое нулевое правило добавим. То есть мы введем новый символ LR, с которого вводится с сахаровый символ S, с которого вводится все. Это как вы знаете в Комсково. Вы хотите потребовать, чтобы вот этот символ нигде больше не встречался. В правых частях. Вот. Если вы свернулись по новому правилу, то есть как только вы совершили сворку вот так, это означает, что ваше слово точно в языке. Вот. Более того, вы это непременно сделаете. Это будет следовать из того, что у нас будет лема, что если существует ситуация, то будет какой-то вывод. Вот здесь, если существует вывод, применяющий это правило, то это вывод нашего слова и будет. Вот. Поэтому это reduce 0. Здесь критично важно, чтобы символа не было в правых частях. Иначе вы не поймете. Вы выбили… Вот в случае… Сколько? В случае переноса. Вот. Мы не думаем, в какое состояние мы переходим. Вот. Поэтому… Ну, тут на самом деле, кроме… Здесь мы видим просто состояние, какое-то S. Вот. В терминах книги, которые сейчас рассказываю, а это, как бы говоря, 430-е столица Аха Ульмана, вводится система функций. Ну, то же самое, как функция двух перемен. И вот эта панель называется LR-таблицей. То есть она называется LR-таблицей. То есть LR-таблиц. То есть LR-таблиц детексируется именно индексами и вот что-то происходит. Значит, находясь в каком-то состоянии, то есть мы смотрим с другой таблицы и видя какая-то книга, мы выбираем, что делать. После того, как мы что-то сделали, нужно, опять какую-то лиц новую взять. Вот. Здесь функция, которая принимает уже одну букву. Либо SIGMA, либо N. И что делает? Ну, очевидно, что там находится. Ну, и показывает, куда надо идти. Может о состоянии. Вот. Как происходит разбор? Мы смотрим на слово, на его первые K символов. Либо меньше, если у нас в символах меньше. Мы их забираем, смотрим на функцию. Делаем либо перенос, либо свертку. Ну, если произошло что-то из этих, то мы разбор уже закончили. Если не произошло, то на переносе у нас появляется какая-то буква. Мы берем букву здесь, отправим ее на стек. Что когда это происходит со стеком, еще будет сказано. Но вот у нас появляется маленькая буква. На свертке. Так как грамотика S свободная, контекстно свободная, то у вас правило, в котором вы смотрите, выглядит A. Альфа. Если вы по нему свернулись, вы сгнилили большую букву. Вот она. То есть маленькая буква соответствует переносу. Вы перенеслись, и теперь вы взяли функцию перехода. Вы перешли по этой букве. Большая буква соответствует свертке. Вы сгнилили большую букву себе сами, поставили ее на стек. Она не переносится, она появляется на стеке какой-то в этот алгоритм. Прошел переход. Это оптеструтура разбора. Разбор тревиальный. То есть сначала посмотрели, что нужно сделать, потом перейти в новую таблицу. Дальше, если помним алгоритм early, что там происходило. Мы строили идею разбора, и мы фокусировались на каком-то потере. Вот у нас был наш штрих, мы начинали разбор, находили на буквы, и здесь брали какой-то кусочек. Альфа точка бета. Алгоритм early. Это было на коробке, и вы это все знаете. Вот. И в момент, когда мы были тут, когда мы видели здесь большую букву, мы фокусировались на этом поддереве, а про это как бы забывали. Вспоминаем, что было в комплит. В комплит мы искали, какое правило породило это правило. И за это у нас была складывалась квадрат. Ну, на самом деле, кубическое, но квадрат в лучшем случае. Вот. В алгоритме alert та же картина. Вы пока будете разбираться, вы не сможете видеть всю историю. Поэтому в стек мы добавляем не только ту букв, которую мы видим, но автомат передаст сверткой. Тоже был на колоквиуме. Вот это автомат из двух состояний. Вот. Давайте вспомните, что это. Значит, здесь мы поставили букву s, и потом правило либо читаем на стек, либо спарайфикса. Нам нужно помнить, что мы уже до этого поддерево прочитали. Для этого на стек мы приведем не только символы, но еще и состояния. Поэтому наш стек, в каждом дерьме имеет такой вид . Там всегда будет это стартовое состояние. Дальше буквы и новое состояние x e e, x e плюс 1, x e плюс 1 всегда скатывается на состоянии. Где мы сейчас находимся? Значит, поэтому, когда мы делаем свёртку, мы сворачиваем не как здесь n символов, то есть вот он, длина альфа, а два n символов, вот, откатываясь назад. Значит, откатились назад, это состояние, в котором мы находимся. В случае функции перехода, когда вы делаете сейчас перенос, вы ставите букву туда, вот состояние, вы из него переходите по букве, смотрите здесь, пишите, что у вас состояние тут. Если свёртка, вы сейчас отстёрли, у вас появится большая буква. Пишем большую букву, которую мы получили, делаем функцию перехода из этого состояния. То есть, почему я против автоматов, потому что в автоматах вы прошли по какой-то букве, пишите про автоматское состояние. Единственный способ сменить состояние, это пойти по какой-то букве. Здесь не единственный способ. Здесь можно уйти в другое состояние, просто совершивший динус. Вот, это важно помнить, что это не перепад в автомате. Это именно возвращение по истории, то есть, когда мы достроим вот это дерево, мы теперь фокусируемся вот на этом деле. Думайте об этом, как какой-то линзе, то есть, вот поставили линзу тут, смотрите на этот кусочек. Если он достроился, вы отодвигаете, смотрите на этот кусочек. Вот, и так пока это дерево не будет построено. Теперь немножко принимайте логичь, это был разговор, если тут есть вопросы, скажите, как бы вы строили ЛРК, снова сложные. Не единственный способ, что я вам сейчас рассказываю, что-то оптимальные способы. В частности, если кому интересно, как Айлер, вот, довольно интересная вещь, он тоже строит множество состояний. Там не будет даже интуиции, но при этом, при этом, множество состояний тоже будет какое-то, и вот вся эта машина остается. Последний шанс задать вопросы по поводу разговора, и опять переходим к строению. Да. Смотрите, что такое свертка. Вы когда были в Windows-автомате, вы забирали альфа R, ставили A. Что означало, что ваш префикс, который вы прочитали, вот ваш вывод, слово, которое вы сейчас отбираете, ну, как я говорил, альфа B, и вы по это свернули. Вот. Означает, что в выводе до этого, тут стояла альфа A, и оно раскрылось. Вывоз пили обратно. То есть, вы идете пошагово назад, пока не будет только S. Будет только отследить H3, и кажется, что закончилось. Это так и вот такой автомат. Потом вы заметили, что здесь проблема с историей. То есть, вы не вспомните, при каких обстоятельствах вы попадали в это поддерево, когда вы его начали детализировать. В выводе early, когда мы его изучали, мы явно проверяли, а какая ситуация была в этой ситуации породить. И коприть или все. Здесь коприть или все не надо. Потому что если сегодня ситуация порождает, сейчас это будет в определении. Поэтому мы точно знаем, где мы были в момент развития этого правила. Осталось сюда вернуться и пройти там по большой букве. То есть, когда вы делали разбор, вот, у вас шла буква А, она открывалась как альфа B, бета. Вы тут все поделали, ушли в это поддерево. Сейчас. Нет, да. Вот вы альф прочитали, все полностью здесь дораскрывали. Начали читать B. Зачитали до конца, потом еще много шагов прошло. Вы ее свернули. Теперь вам нужно почитать. Будет такой большой прыжок через нее. Но этот прыжок совершается в состоянии, в котором вы были, когда этот прыжок раскрывали. То есть здесь в дерево. Мы читали этот прыжок, читали его пассивно. Чтобы прочитать большую букву B, нужно прочитать все и поддерево. Надо вспомнить, что мы когда-то тут находились. А где мы тут находились? Ну, вот в этом состоянии. Вот оно. Поэтому на стекле мы пишем состояние, в котором мы были. Состояние, которое отвечает за разбор вот этого поддерева. Вот он тут. Соответственно, когда вы дерево зачитали, вам эта история не нужна. Но поскольку с правила длины N, N букв. А тут у вас правило буквы, правило-буква. Касово встретить правило, нужно встретить больше символов. Поэтому 2N. Ну что это за состояние? Это состояние, в котором вы начали читать вот это правило. Вот эта вот буква B, она тут возникала. Сейчас будет ситуация, это будет виднее. Надеюсь, что это пока на вопрос. Или отослал, подождать до ситуации. Вот. Ну, сейчас-то все прояснилось. Так. Ну, раз это не ситуация, давайте о ситуации поговорим. Назовем «элект ситуацией вида». Это вот такой объект. У нас есть альфа точка бета и у. Вот. Где а стрелка альф бета? Бежит F. Это какое-то правило грамматики. Вот. И U. Смотрим, присоединяем за катой. Элект ситуация. То же самое, как это early. Она означает, что сейчас мы обрабатываем вот это правило. Вот оно тут. Точка дошла эта позиция альфа. У. Это означает, какое слово мы ожидаем после этого. То есть мы моделируем вывод. Значит, я это говорил в своей группе, сейчас скажу тоже тут. что, когда вы вводите слово, вы вводите его слева направо. У вас S штрит. Потом S. Альфа 0, альфа 1. Альфа N равно омега. Вывод правосторонний. То есть вы всякий раз находите самую правую букву и открываете. Самую правую букву и открываете. Вот. Собственно говоря, это означает, что в этом выводе последнее правило вот такое. За этим правилом, сразу за бета, находится слово U. то есть утверждается, что фиксируя слово, которое мы будем видеть альфа, мы однозначно прям следующее правило в выводе. Давайте посмотрим тут. Пусть у нас там альфа и меловид. Так, альфа, а, омега, и потом открылось альфа. Вот. Собственно говоря, давайте что-то не пытаться поставим разные буквы. Вот. Ну, то есть у вас буква А, это маленькие буквы. Сама правая буква была А, вы ее открыли по этому правилу. Вот она открылась, омега осталась. Дальше тут в бета где-нибудь еще будет большой буквы, вы ее будете открывать. Вот. Значит, мы говорим, что вот эта ситуация возникает, если есть такой вывод, и тут первые к букв это у. Шутка первых а букв сейчас будет сказано. Но, значит, в тельтах стека мы читаем, 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 мы дочитали вот это. Вот оно. Вот . И мы предполагаем, что этот стек откроется вот так. Тогда мы дочитаем дальше бета и свернемся. Вот. Значит, теперь вот это более формально. Назовем активным префиксом. Если существует такой вывод, но который порождает, значит, у нас из S' выводится за сколько угодно правил правым образом. Вот так. За один шаг. Так, за один шаг у нас выводится гамма альфа бет. Так. Вот. И. Ахахахаха. Так, здесь. Использовать обозначение двух разных книг это плохая пример. Никогда так не делайте. Вот префикс. Что означает? Есть такой вывод, при котором этот префикс получается на стеке. Вспомним, как работает шифт и из автомат. Вот эта вот штука из двух состояний. Она читает, 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 читает буквы, в какой-то момент сворачивает. Вспомним, это стек. На стеке можно только то, что находится правее всего. Нельзя взять со стек, а это с середины. Поэтому, когда вы читаете, вы со стека срываете край и ставите его. Что тут означает в темных префиксах? Вы наберете бета, в какой-то момент вы решите, вот там недетерминировано, а тут по набору правил, что пора бы свернуть. То есть, вы сделаете выбор в пользу такого вывода. Вот. Почему этот выбор правильный? Ну, определение такое будет, что вот такой вывод он однозначно определяется. Но, значит, это активный префикс, если существует такой вывод, при котором вы можете включить на стек. Ну, лема тут, только активные префиксы возникают. Это лема связана с shift, с автоматами. Вот. Сейчас мы, наверное, доказывать не будем. Ну, это что-то, что можно, вроде, доказать самому. Хотя, если есть необходимость, можно об этом говорить поподробнее. Просто иначе мы сейчас тут завязнем. Вот. Значит, ситуация для префикса является допустимой, если, ну, все, что тут написано верно, что это означает? Что в этом выводе, в этом выводе, последнее правило имело вот такой вид. У принадлежит first k, а w, вспоминаем, w это что? Это буквы. Почему это буквы? Потому что мы букву а раскрыли. Это означает, что она была самой правой. Значит, тут везде только маленькие буквы есть. Они навсегда сфиксированы. Вот. Что такое first? Значит, гамма это какое-то произвольное строка из терминала, а не терминалов. Значит, говорим, что first k от гамма это множество таких слов w, что из гамма выводится w x, и либо w имя длину k, либо x пустое. Что это означает? Так, если мы вывели длинное слово, берем первый k book. Если мы вывели короткое слово, берем его. Для того, чтобы говорить, что слово, которое мы вывели, оно действительно полное, будем ставить в конце доллара. То есть в таком случае будем ставить w и доллар. Это конец строки. Значит, это означает, что такая ситуация сейчас только в конце. Так, вот на этом пока есть время задать какой-то вопрос. Вот. Так что, если хотите, задавайте. Я какое-что открою. Так. Ситуация допустима для префикса. То есть у вас будет некоторая функция, будет обозначаться как w, k, g от гамма. Это допустимые ситуации. Другой вопрос, что здесь нужно взять прям все допустимые ситуации, но это сейчас будет детализировано. Вот. Но вот это, эти множества, потом превратятся в множество состояний вот здесь. То есть вы из множественной ситуации будете видеть множественные ситуации. Такс. Угу. Сейчас проверю, ничего ли я. Так. И тут. Угу. 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 И здесь надо еще кое-что посмотреть. Я сейчас хочу следить обозначение. Недели не напутал. Угу. 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 Ну да. Значит, здесь есть два случая. Значит, гамма от одного. Ну давайте от нуля. Мы же программисты здесь все. Так. Значит, гамма от нуля. Если гамма от нуля это не терминал, то это first от гамма просто. А иначе вот это такие слова омега, ну вот это вот все. То из гамма вводится омега икс. Вот. Но здесь важно, что тогда не терминал, вот обозначим его как А большое и в этом выводе неверно, я не знаю, значит, А не раскрывается как эпсилон. То есть, что означает? Вы хотите точно зафиксировать первую букву. Вот. Для чего это нужно? Когда вы делаете переход, для того, чтобы взять переход, вот, у вас будет стоять точка А. Ну там, не знаю. Вот тут еще какое-то что-нибудь. Вот. Ну и еще что-нибудь. Вы захотите здесь взять переход по букве. Чтобы взять переход по букве, нужно чтобы эта буква была. Потому что, если вы делаете переход, ну здесь у вас получается для first, у вас будет first тут. и если это раскрывается как пустое, ну вот это вот раскрывается как пустое слово вот тут, то вы прочитали одну букву, которая находится дальше. Ну здесь пока какая-то интуиция, а именно как определение, вам нужно раскрыть А как пустое слово. Более того, не просто не раскрыть, а ситуация, когда у вас А выводит Б и отсюда выводится пустое слово тоже плохая. Вам нужно, чтобы непременно первый символ открылся хоть какое-то не пустое слово. Вот. Пока можно об этом подумать. Смотрите, это множество строк, как и тут. Это такие строки, которые являются первыми к букв от вывода гамма, ну либо короче если выводятся короткие слова, но такие, что первый не терминал, если он действительно первый, не открывается как пустое слово. То есть он непременно открывается как какое-то не пустое слово. Вот. А так это просто first. Ну здесь очевидно видно, что тут содержится только first, но не все. Вот. Так. С определениями тут мы все поговорили. Давайте теперь проверяем как грамматику. First, E, F, понятно, да? Да, нет? Нормально. Так. Куда вы уйти? Давайте сюда уйдем. Вот. Теперь вопрос, что вот эта вот вся машина работает не всегда. Основное предположение или алгоритма, что подсматривая следующие ка символов, вот они тут, ну или меньше, чем если мы в конце слова, можем однозначно определить, что происходит. Давайте это напишем. Грамматика G, ну, пополненная, контекстом свободная, это лерка грамматика если значит, давайте теперь напишем, что мы ожидаем. Значит, мы хотим, что читая по стеку и подсматривая буквы, правило придется однозначно. Но в определении мы не можем написать, что мы что-то делаем со стеком, потому что это определение. Нужно написать в стернах выводах. Значит, понимаешь, что существует два вывода, да? Ну, тут, вот так вот, существует два вывода, да? Штриф вывод, сейчас аккуратно все это перепишу. Так. Ну, что так, маленький демотиватор, мне переписывать с конспектом можно, а вам на экзамене нельзя. Вот. Ну, значит, вам тем более не привыкать. Так. Значит, если существует вывод альфа, а, икс, что отсюда выходит, это за много шагов, за много шагов правосторонним образом. Альфа, бета, чтобы было проще. И два вывода гамма, бета, икс. Что отсюда выходит? Альфа, бета, ик. Вот. Здесь напишем, что гамма – это префикс, возможно, не собственный альфы. Вот. А икс – это… Сейчас, как суффикс у вас обозначался на алгоритмах? Вот так. Правда ли, что это префикс, это суффикс? Кажется, да. Вот. И first k w равна first k от омега ой, от y то Значит, что тут написано? Ну, если был какой-то вывод, вы шли-шли, получили альфа, а, омега, открыли как альфа, бета. Вот ваш префикс. Что отличает формат алгоритма? Вы как-нибудь прочитаете? Ну, напоминаю, вводим мы вот так, парсим мы обратно. Прочитайте на строке альфа бета. И зададитесь вопросом, верно ли, что я могу бета смынуть вот так? Вот. И вот наличие двух выводов говорит, что неверно. То есть алгоритм сейчас стоит перед некоторой дилеммой. Что вот если я вижу бета, нужно смынуть а, либо мне нужно прочитать что-то еще и суть б. Значит, тут напишем, что у нас четвертка по правилу альфа бета, а тут четвертка по правилу б это 1, бета это 2. Вот. Более того, тут вывод за один шаг, а тут не за один. Ну, давайте смотреть, что это означает? Вы здесь прочитали гамму, прочитали б, ну, прочитали б, открыли б как вот это вот, потом это 2 поразбирали, оно ушло в у, в какой-то момент у вас дойдет до б дело. И вот оно раскроется. Тут написано, что нужно бета смыть в а, тут написано, что нужно дочитать слово до это 2, тут его свернуть, получить вот это правило. Ну, тут могут быть как терминалы, так и нет терминалы. То есть мы читаем, читаем буквы, здесь набираем вот это вот. На стеке получаем это 1, бета это 2. Только после этого сворачиваем, более того, не только бета смыть как здесь, вот здесь мы бета свернули и получили а. А еще больше сворачиваем и закрываем на b. Вот. Это такие две проблемные ситуации. Как мы решаем вопрос? Тем, что говорим, что такого не возникает. То а равно b, а. x равно y. И альфа а y. Сейчас. Это означает, что последнее правило у вас вот такое. То есть на самом деле даже если вы клонируете символ и все правила замените, то это уже описание бетиллерка грамматикой, потому что тут не будет понятно, бета сказать в а или в б. Вот. А здесь написано, что эта ситуация однозначная. То есть у вас символ одинаковый, здесь слово, которое получается одинаковое, тут вывод за один шаг и правило тоже открывается одинаковое. Вот. То есть еще раз. Вот активный префикс. И какие ситуации там не возникают? Вот такая ситуация там не возникает. Вот если такая возникла, то такая не возникла. Ну какая ситуация? Вот тут будет а стрелка точка бета, вот здесь бета с точкой ситуация, и вот u, вот эти вот first. А здесь будет ситуация b стрелка это один, бета точка это два. И тоже какой-то u. Все настолько плохо, что тут надо делать свертку, а тут надо делать не пойми что. Казалось бы, это два можно читать дальше, а можно и не читать. Еще ладно бы, если вопрос был только в том, что свертка или не свертка. Даже если свертка не понятно по какому правилу. То есть это принятие максимально плохое. Вот если это все верно, то тогда грамматика или аркограмматика. Значит, да? То альфа равно гамма. Ну, смотрите, значит у вас здесь получился вывод, так что вы получили на стейке альфа бета. Поскольку у вас последняя буква одинаковая, поскольку у вас последняя буква одинаковая тут. Да, тогда у вас бета свернется и здесь должно быть одинаково, потому что вы получили ровно бету из этого правила. Значит, альфа у вас уже была. Вот. Либо здесь могут быть истории с тем, что это один пуст. Но это вроде как даже разрешается. Вот. Поэтому... Явно этого не пишут. Вот. И кажется, это даже не нужно. Но я этого чисто не проверял. Вот стоит вопрос вот это вот. Что из этого выходит? Пустое слово. Наверное, ничего. Ну, пусть выходит. Тогда получается, что этот стек мы можем породить двумя способами. Главное, чтобы мы бета правильно свернули. Вот. Ну, можно думать в термах того, что здесь просто одинаковый... Вывод был одинаковый. Вот. Я призываю, думаю, в таком ключе. А для реализации это не повлияет. То есть, ну, в реализации вы будете знать, что вы читали бета, пользуясь определением выяснить его А, и дальше пойдешь что-то читать. Сказал что-то непонятно, надеюсь, прояснилось. Да, нет? Вот. То есть, если есть два вывода, то тогда последняя буква придется однозначно. И правило придется однозначно, по которому надо свернуть. Вот. Это повод определения. Так, поехали дальше. Сейчас поговорим что-то про допустимые ситуации. Значит, как их строить? Я пока не скажу, а попробую сказать, почему это будет потом работать. Просто терема 5.9. Значит, допустимая ситуация здесь... Мало того, чтобы допустить, нужно брать замкнутые допустимые множества. Здесь сейчас я это буду писать. Так, я это определился true. Наверное, кто хотел, кто-то переписал. Долго было. Так, здесь... Значит, А это множество ситуаций. Значит, А замкнута. Если для любой ситуации вида А стрелка это точка В, Существует... Дальше. Существует... У штрих лежит в А. Теперь давайте разбираться, что тут написано. Тут было У. Что это означает? В выводе, который этим правилом порождался, У стояло за этим правилом. Почему тут не то же самое? Давайте смотреть. Было штрих. Из него вывелось гамма штрих А, из него вывелось это альфа В. И тут было У. Вот. Дальше эта Б как-то раскрылась. Мы при просмотре ситуации наблюдаем раскрытие вот этой буквы. Тут буква А. Мы вот ее раскрытие провели. Но тут буква Б. Поэтому нужно делать вывод еще на один шаг. Так, кажется, я не национально использую доску. Что? Да. Это префикс, про который хочется не думать. Он тут сейчас не очень важен, поэтому потерял. Так, это. Значит, Б раскрылась в бета. Но дальше вот это. То есть до раскрытия Б нужно вот это все дело пораскрывать. Тут какой-то W штрих. То есть из вот этого выводится слово, а только потом бета откроется. То есть смотрите. Рассмотрим вывод, в котором раскрытие буквы А последней, поражает эту ситуацию. Вывод, при котором раскрытие буквы Б последней, поражает вот эту ситуацию. Но вот второй вывод длиннее первого. Почему? Потому что мы должны открыть А, потом открыть вот это, потом открыть Б. Но при этом, по сути, при разборе стека, это одно и то же. Потому что вы видите, что этот вывод является префиксом этого вывода. Поэтому если у нас есть такая ситуация, такая ситуация необходимо должна быть. Она допустима. Почему она допустима? Вот он префикс, вот он тут. Вот этот же префикс. Просто тут точка стояла вот здесь, вот она стоит вот здесь. Потому что это вход в правило А тут оно стоит вот здесь В том же самом месте Мы слово прочитали настолько же, насколько и здесь Просто в терминах правило Оно ходит в самом начале Почему? Потому что B раскрылось, но то, что B Открыло на B, вот это вот B, оно еще не прочитано на стек Вот, поэтому Здесь точка в начале А что такое U-штрих? Ну, здесь видно из картинки, что U-штрих это first K Вот альфа U Ну, почему U? Понятное дело, что дублем могло быть длиннее, но на такую достаточно U это уже хотя бы K символов Вот, значит, здесь, надеюсь, понятно, почему тут Разные слова будут Вот, значит, вот это Здесь мы допишем, что это допустимые ситуации Замкнутое множество Что такое на самом деле VKG? Это замыкание множества допустимых ситуаций для Гаммы Что такое замыкание? Берем все допустимые ситуации Берем всех замыканий и берем ничего другого Ну там, было такое, кажется, в Матане и везде такое Вот, санатарная техника Вот, как это строить? Ну, сейчас остается понятно Нужно смотреть все выводы Брать все последние правила Замыкать, потом снова замыкать И так пока не дойдете до конца Это в теории, как это делать в практике Сейчас еще будем говорить Но вот такое вот множество Вот оно тут И последнее, что нам нужно Ну вот, на самом деле здесь Action Мы уже на самом деле построили Зная, что мы находимся в ситуации S И первый K букв Мы обращаемся к правилам этой ситуации Смотрим K букв тут То есть, если эти K букв, вот эти вот Совпали вот с этими K букв Тогда мы говорим, что мы сейчас разбираем одно из этих правил Ну, а тут правда явно говорит Нужно ли делать shift или reduce Что такое reduce? Если тут находится ситуация вида B, что-то, точка, точка или в конце Это reduce Почему? Потому что последнее правило в выводе Прочиталось полностью Вот, если вот это все уберу Что это означает? При выводе откроем букву B Откроем это И правило кончится То есть, не читай ничего Вот, это уже прочитано Делай reduce Почему уверен, что делать reduce? Потому что эти K букв Мы их ровно тут и видим А что такое shift? Смотрим на EFF от вот этого Если Вот это вот все Вот это все слово При раскрытии этой буквы Как не пустого множества Попадает вот сюда Тогда мы должны читать Для чего важно, чтобы это было А не открытое пустое множество Потому что если А пустое То мы его проскакиваем Читаем букву тут А мы этого не хотим Мы хотим начать читать букву А Для этого был нужен EFF Вот Так будет построен Разборщик А пока Да Точка перед А Смотрите Это означает тут Что вы хотите начать читать Что касается буквы А Вам надо опять Причать первую букву Вам нужно А Быть уверенным Что эта буква попадает сюда Потому что мало ли Эта буква оказалась тут Для этого вы ввели EFF Тогда вы проверяете Что если ваше слово Которое вы видите здесь Вот оно тут Попадает в EFF От вот этого всего От этой тройки Когда вы уверены Что вы начнете читать правила С буквой А Вы прочитаете Ну тут С буквой А Рядом шатались какие-то ситуации Вида Точка альфа И там что-нибудь Ну потому что Вот так выводят замыкание И вы вот здесь С буквой прочитаете Ну здесь Либо еще где-то пониже Малый тут еще Большая буква А Штрих Здесь еще торчит Какие-то ситуации Вы прочитаете первую букву Которая скроется здесь Как терминальная буква Дальше Совершите Редюс Совершите Переход Вот По этой букве Маленькой букве И придете в ситуации Где у вас На буква Будет сайдоксант А это вы уже как бы Забудете И решите читать Вот это правило Это соответствует Деве разбора тому Что вы тут Вот тут Стоит большая буква А штрих Вы стоите тут То есть Букв маленькой нет Идем еще ниже Тут А2 штриха И так пока здесь не будет Какая-то буква Маленькая А Увидели букву Перенесли точку Сфокусировались на этом Под дереве То есть В этих ситуациях Как мы дальше заметим Про Б Ничего не известно Вообще Вот А теперь вопрос А когда мы прочитаем букву А Как вернуться обратно сюда Ну а мы это уже знаем Потому что тут на стейке Вспоминаем У нас стоит 0 Х1 С1 Х2 С2 И когда вы заредюсите Все это Вы будете знать Что когда-то Где-то Возникало Б Вот он Б А здесь Он будет на стейке В состоянии С1 Вот вы это все Тут закроете Поймете Что вы сделали букву А Сгнировали ее И здесь В переход Этот переход Соответственно тому Что пронесли точку сюда Вот она Точка пронеслась Для этого на стейке Это все нужно помнить Вот А теперь стоит вопрос А что если вам Ваша ситуация Говорит две разные вещи Вот По такой ситуации Нужно делать shift А по какой-то reduce Приведу пример Пусть у вас В ВКЖ Попали две ситуации Первая ситуация Вида Бета Точка У И вторая ситуация Вида Давайте Чтобы все совсем Было плохо Ну здесь Да Вот Достаточно И здесь Вот так вот Так Питон был Вот такая запи знакома С первой буквы Вот И У от нуля Равно А Но ты как разборщик Смотрите Что я должен сделать Я Видя слово У Должен струть Б Или видя слово У Должен прощать букву А Которая является Первой буквой слова У Ну тут понятно Что от одного Еще чтобы была одна буква Какая-нибудь буква Б Потому что было К букв То есть алгоритм Посмотрит Что если Ты видишь Здесь слово Которое совпало С этим словом И правильная точка в конце Это найдет reduce То есть такая ситуация Означает Что где-то был вывод Заканчивающийся На вот такое правило Которое читается полностью Но это значит Надо сворачиваться А эта ситуация означает Что где-то был вывод Чтобы закончить это правило Нужно прочитать еще букву А И такое же слово А и У От одного До конца слова Эти два слова одинаковы То есть при прочтении Тут К букв Вы их не отличите То есть вы не поймете У вас такой вывод Или такой вывод Да И вот здесь Это будет как раз таки играть Что Эти две ситуации Не возникнут Это теремия 59 Сейчас я буду выписывать Но для того Чтобы гарантировать Что это не возникает Вам и нужно Ходить эту букву У Ну давайте сейчас Какой-нибудь Маленький пример Для того чтобы вы поняли Почему не всплывает Всплывает Вы по этому У Определяете Как Какой шаг Нужно сделать Так Давайте какую-нибудь Грамматику Рассмотрим Верно ли Что вы придумали Лер 0 и не Лер 1 Грамматику В домашнем задании Ну давайте я посмотрю Что у меня там прислали Это сейчас разберем Почему нет Ну Георгий не прав Что поделать Так Так Ну прощество Покажем что тут нельзя Делать Лер 0 Может делать Лер 1 Так и Б А Ц А Так Ну я позволю себе добавить сюда Вот такое Правило Так И все Давайте смотреть Давайте начнем строить ВКЖ Значит мы видим Ну теперь Какое-то нулевое множество ситуаций Заодно и научимся пока строить эти допустимые множество Пока терема 5 9 остается чуть дальше Нет смотрите я сейчас делаю Лер 0 разбор Покажу проблему А потом сделаю Лер 1 разбор Покажу что проблемы нет Значит ну кто не знает Это не Лер 0 Но Лер 1 Вот Кто с этим сомневается Могу прислать домашнее задание вот этого студента Там вот все доказано Значит здесь Ну поскольку у нас слова пустые Я их не буду писать Ну тут везде доллара стоят Ну эпсилоны Ну от этого не будем делать Вот Давайте это замыкать Ситуации Ну либо в нашей ситуации вот такое Ну я пишу ВКЖ Вот оно Но я пишу ситуации допустимые для пустого превикса сейчас Да Просто сейчас эти превиксы не буду выписывать А просто буду писать ситуацию Буду как-нибудь переходить Вот Содержать например будет чуть позже Ну давайте для простоты это эпсилон Замыкаем Видим правило с точка б Пишем точка б Б Значит о букве тут я не думаю Потому что это Лер 0 разбора Только смотрю на 0 букв вперед Кстати Здесь замечание Здесь При Лер 0 разборе Вы определяете что нужно делать Не глядя вообще на слово Присывали сверху То есть Что нужно делать со стеком Пределяется однозначно Если откроете нирк Там вот люди пишут таблицу Какую-то Давай как бы понять Что мы по выопределяемся Это неверно В примере на нирке Если в строке встречается Reduce по какому-то правилу Там Reduce по этому правилу и встречается А если shift Тут просто разные shift Ну вот функция G Ну то есть не обманывайтесь Вот когда вы смотрите Лер 0 на нирке Там будет таблица Но эта таблица в строке Все определено Вообще не зависит от буквы Ну вот здесь давайте разбирать дальше S Точка С Открываем дальше B Точка А Я до конца это не доведу Я просто покажу противоречие Ну смотрите Видите я открыл все Как тут написано Вижу точку Открываю Вижу точку Открываю Вот Теперь давайте посмотрим А для префикса A Значит забегая в будущее Это будет go to Но сейчас мы его так и назовем Для префикса A Мы должны взять Можешься ситуацию Как мы это делаем Смотрим где можно Пройти по букве A Мы тут будем ходить По букве A по слову А тут принесли точку Вот принесли точку Значит здесь B A с точкой С Ну что такое префикс A Это префикс Epsilon Сдабление буквы A Как прочитать букву A Нужно найти правила В которых она фигурирует И прочитать ее Вот Почему это верно Это такая отдельная теория Мы сейчас будем доказывать Но вот так строятся Можешься ситуации Значит для Epsilon Оно строится тем Что берете Вот такую ситуацию Всегда А вдруг замыкаете ее А потом делаете Go to по разным буквам Например Что здесь можно делать Go to по S Go to по B Go to по C Go to по A Но они все это все делают И все это просто Противоречие Если будет необходимо Можем это тоже разобрать Так Значит Ну по букве A Перенесли Перенесли Ну запятая Там пустое слово И бог с ним Ну а теперь Вот мы находимся тут Тут чисто технически Смотря на слово Смотрим 0 букв 0 букв Epsilon Верно ли что Epsilon совпадает С Epsilon Вот здесь после запятой Ну верно Потому что Epsilon Нон один У меня есть две команды Reduce такой Reduce такой И все Я не знаю Что мне делать Вот оно противоречие А в терминах вывода Означает Что вы могли Открыть букву Как A, B И как A, C Существует два вывода И не важно Что тут слова разные Вот здесь Мы даже слово Еще не дочитали А мы не знаем Что делать Значит это не LR1 грамматика Ой не LR0 грамматика Потому что вот оно противоречие Явно видно Да Вы не понимаете Какой Reduce сделать Вы можете делать Reduce Но просто можете Деть больше Не Reduce Это Вот это породит вам Reduce Значит 0 1 2 3 R3 Команду А это породит R4 команду Конечно Выполняя любой Из этих команд Номер правила 0 1 2 3 4 Ну как тут написано Если А ну уже не написано R от И Значит По И тому Правилу Вот Понятное дело Что здесь Прочитали букву A Если дальше Буква B Надо делать Reduce Такое А если буква C То есть Reduce Такое Но мы то букву B Еще не видим Нам нельзя его смотреть Это же LR0 И поэтому тут Противоречие А в терминах Подглядывание Что произойдет Давайте посмотрим Так Значит здесь будет Доллар Потому что Если мы видим Такое правило Конец Значит тут замыкают Тут ничего нет Поэтому тоже доллар И тут тоже доллар Почему я пишу доллары Потому что Когда я замыкаю Я смотрю Что находится После этой буквы Чтобы раскрыть Вот тут Смотрите Тут был U Вот он был U А стал уж 3 Вот уж 3 Определяется тем Что находится После буквы B Ну а тут После буквы S Ничего нет А вот здесь Уже есть буква B Видим букву B Пишем сюда Запятая B Запятая A Что? Да Пишите Запятая C Вот Смотрите В этом правиле Ну это правило Всегда такое Значит S С Запятая доллар Почему? Потому что после буквы S Слова нет Все слово содержится тут Вот А дальше Как я тут писал Замыкаем Пишем правило Какое 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 стоит Дальше Какая стоит дальше буква Эта буква Стоит из двух частей Часть после буквы S Правили И часть Которая стоит Позле запятой Пустое слово Пустое слово Это пустое слово Тут B и пустое слово Это B Так Ну здесь Пустое слово Пустое слово Это пустое слово Тут что написано C пустое слово Это C Теперь видите Что вы Отличаетесь ситуацией Теперь давайте посмотрим Гоуту по букве A Парадит нам Ну То что LR1 работает за линию Это теорема Которая доказывается Вот Сейчас я говорю Теоретически Строить это Нужно оптимально Поддерживая аккуратно First И везде Укратно проставляя Вот Об этом поговорим К концу семинара Ближе Пока я хочу Теорию разобрать Это первое Второе Это последнее таблицы Оно один раз делается Оно может делать Сколько угодно сложно Но разбор Потом будет линейный Это классно Вот Но вообще Вот эта вот вещь Она кажется работает Порядка квадрата От количества правил Что-то такое И еще на константу К Которая там Везде тащится Возможно К в какой-то степени Я не рассуждаю Об анализе построения Таблицы Потому что Это константно Все У вас От длины слова Это не зависит У вас парсер Он работает В терминах Вот Как функции От длины слова Вот это все От длины слова Вообще не зависит У нас значит От c От грамматики Ну не от c От к От грамматики Вот Это все константы Поэтому вот эта вот Вся богодельня Уходит сюда В константы Забывается Кому интересно Как-то это быстрее Ну вот так Там уже Состояния не будет В множестве ситуаций Там будет что-то более хитрое Ну а тем не менее Вот Продолжаю здесь Прошли по букве а Вот здесь прошли по букве А дальше Видим букву b Видим букву c Ну что это означает Если мы видели вывод При котором это правило Последнее За ним шла буква b Если мы хотим Чтобы префикс расширился Мы в эту префикс Эту букву добавим Но это же правило Это все еще Тоже самый вывод Просто мы на него Посмотрим С точки зрения Более длинного префикса После этого Все еще b и c А теперь то что вы говорили Подсматривая букву Вы понимаете Что это reduce 3 А это reduce 4 И теперь вы можете Это точно сказать Потому что у вас Эта буква есть К равно 1 Видите b Делайте reduce 3 Да и reduce 4 То есть слово u Помогает разбить ситуацию На два множества Вы здесь противоречие Вы его разогнали Вы его разрешили Вот На практике что Происходит Ну на татике люди Пишут сначала Разбор Если видят Что есть противоречие Что-нибудь делаю Чтобы его избежать Никто не приятно Поделение Ну и это в конце Тоже еще скажу Что как провести Грамматику ЛРК или не ЛРК Запустить всю эту машину И посмотреть на таблицу Глазами Так Так Тут вопрос Надеюсь нет Зачем нужно У Разобрали Так Теперь ляма Корректности Да А Так Ладно Давайте Теорема Еще дальше Оставим Как Значит Мы построили с вами ВК Гамма Для всех Пефиксов Как мы его строили Построили для Эпсилона Посмотрели Что в эту песню Можно добавить С БЦ А Вот Добавили все Это Посмотрели там какие-то ВК ТС ВК Б ВК Ц Дальше Для них там тоже Рекурсивно все построили Вот Значит здесь Существует Ну Поскольку это ЛРК Грамматика Существует Теорема Что Это Процесс Остановится Вы посчитаете Все ВК Ж Дальше Вы говорите Что ВК Ж Пронумерованные От Гамма Это Состояние Вот они Тут А Определяем Функции Перехода Если Состояние В котором Вы находитесь Которое Вы знаете Потому что Это Подается Рекурсивно Как функции Находится Правило Ситуация Вида Не терминал Строка Точка В конце Какое-то Слово У То По этому Слову У Вы тут Пишите Reduce А Какому Правилу Reduce Ситуация Определяется Каким-то Правилом По этому Правилу Reduce Будет Дальше Это Первая Ситуация Если Вы видите Здесь Ситуацию Вида Ну Как я Там Писал Ну Что-то Точка Там Буква У И Ваше Слово Тут Попадает В множество EFF От вот Этого Здесь Может быть Дальше Что угодно Ну Давайте Эту Чтобы Вы не Путались Вот EFF Надо делать Shift Что Сейчас Надо делать Shift Вы Букву Переносите Тут Эта Точка Пройдет Дальше Внутри Буквы А Там Какие-то Правила Будут На самом Деле Если Есть такая Ситуация То Она По замыканию Пройдет И Другие Ситуации В которой Когда-нибудь Возритет Вещь Вида Штрихов И Здесь Наконец Будет Маленькая Буква Вот По Эту Букву Вы Шифнете Но Вам Это Не нужно Знать Потому Потому Что Эта Буква Неявно Прописана Вот Здесь В этом EFF Эта Буква Появилась Вот Тут И Вы Эти Слова Просто Сравнили Глазами А Снова Которое Тут Возникает Вот Значит Тогда Надо Shift Вот Если Ниадальность Ситуации Не Возникает То Тогда Надо Red Reject Ну На самом Деле Принятие Accept Это Reduce 0 Если У вас Возникает Вот Такая Вот Штука Тут S Тут С Как Делать Переход Но Переход Мы знаем Как Делать Что Вы Делаете Shift Если Верно Что Ваш Аргумент Попадает Вот Сюда EFF От Вот Этого Как Это Думать В Жизненных Терминах Надо Найти Вот Здесь В Ситуации Вот Такую Ситуацию Она Точно Тут Будет Потому Что Когда Нибудь Вам Нужно Эту Букву Раскрыть А Штрих А Два Штриха А Три Штриха Вот Если Она Никогда Не Закончится То Понятное Дело Что Это Ситуация По Ней Shift Просто Не Работ Там Режект Будет Сейчас Потому Что Эта Ситуация Просто Недопустима Вот Но Надо Искать Вот Это По Замыканию Смотрите Вот К Букв Да Вот К Букв А Состояние Вы Состояние Берете Ситуации Если Такая Ситуация Есть То Такая Ситуация Тоже Возникнет Тут Есть Небольшой Вопрос Тема Что Если У вас Есть Терминалы Которые Вообще Ни 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 Ну То есть Еф Это Такой Костыль Теории Для Практики Вы Просто Дознаете Вот Такую Ситуацию И Явно Эту Букву Прочитать Вот А Для Теории Если Такая ситуация И У Лежит И Ф Тут То Все Верно Так Здесь Надеюсь Вопрос Отпал А как Куда Дет Переход Что Да Когда Вы Нашли Ни Вот Это Ни Вот Это Это Значает Что Ваши Конфигурации Здесь Буквы Которые Тут Следуют Но Они Никак Не Подозревают Наличие 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 Вот Этой Строки У Штрих Почему Потому Что Если Если Был Вывод В котором Это Строки Реально Возникает То Есть Там Что Происходит В конце У Штрих Вот Строки В конце У Штрих Вот Если Такой Вывод Есть То Этот Вывод Изучили И Вы Здесь Описали Что Тогда Вот Этот У Штрих Попадает Сюда Либо Попадает Вот Сюда А Если Вывода Тут Нет Это Означает Что Эта Вывода Просто Не Существует Его Не существует Не как Вывода Даже Не существует Терема Как Последнее Правило То Есть Это Принцип Невозможно Получить И Алгоритм Вот Терема 5.9 О которой Я сейчас Постоянно Уже Говорю Говорит Что Если Существует Вывод То Обязательно Такая Ситуация Будет Допустима Ну На самом Деле Это Запределение Более Менее Следует Сейчас Да Это Допустимые Ситуации Вот Поэтому Если Уж Вывод Есть Который Вы Хотите Получить То Ситуация Должна Быть Допустимой А у Вас Это Неверно Тогда Значит Вывода Нет А если Вывода Нет Значит Ну Что Делать Ничего Не Делать Отвергать Не Дочитать Слово До Конца Нам Даже Не Нужно На В этом Случае На Это Правило Случа На Это Правило То Выше По Дереву Были Другие Правила Эти Другие Правила Помнятся В соответствующих Состояниях Вот Смотрите В вашем Примере Это Ситуация Это Множество Ситуаций Ничего Не Знает Про Вот Это Когда Вы Прочитаете Буква Вы Делаете Reduce И Сюда Вернетесь И тут Даете Shift Точки По B И Точки По C А Ну Что Такое Shift О Переход Функция Значит Из Ситуации Гамма По Букве Х Какая бы Она Не была Назовем Вот Такое Множество V Ж К Вот Ну Удивительно Правда Что Перейти По Букве Х Надо Просто Сюда Добавить То есть Go To По Букве Х Это Можем Ситуация Для Такого Префикса Мы Префикс Расширили Здесь В терминах Вот У вас Этот Префикс Расширяется Буква А Маленькая А тут На букву Б Большое С Большое Ну Вот Оно Здесь Присходит Вот Отсюда Рождается Функция Ж Вот Здесь Ну Как Она Рождается Подставляете Сюда Ситуацию С Сюда Подставляете Вашу Букву Какая Была Большая Или Маленькая Получается Много Ситуаций Если Мы Утверждаем Что Мы Знамолгвитом Который Находит Все В К Ж То Мы Утверждаем Что Мы Гоутуб Построили Так Теперь Терема 59 Наконец Даже Долись Да Так Кто Не уснул Михаил Уснул Бывает Так Терема Корректность Алгоритма На самом деле Кстати Кто в моей группе Вот Сделать Вот это Все Это Суть Последней Домашней Была ошибка Сказать Что На прокреке Это Можно Не Делать Ну Один Будет Делать Тест И Они Все Это Сделать Все Рано Так 4 Страница 435 Что-то Буду Скать Первый Том Ну Давайте Формулировать Если Грамматика Ж Это ЛРК Грамматика То Даже не то А Тогда Только тогда Для каждого Слова Длины К Или Меньше Верно Следующее Условие Какое Условие Верно Пусть Есть активный Префикс Пусть Альфа Бета Активный Префикс Что такое Активный Префикс Напоминаю Это Такой Префикс Который Среди Выводе На Стэки Ну Вот Тут У нас Был Гамма Альфа 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 Просто Здесь Мне Бета Нужно Было Тут Поэтому Я Поехал С обозначениями Здесь Это Активный Префикс Так Префикс Для Цепочки Давайте Это Несколько Слова Альфа Бета Дубль В Ну Значит Для Этого Слова Что Сразу После Него Вот Ко Слово Получается Альфа Бета Дубль Дубль В Это Какие К Букв Мы Дальше Будем Не К Букв В принципе Все Букв Которые Мы Дальше Будем Видеть Так И Для него Допустимые Ситуации И Для него Допустимые Какие Ситуации Для него Допустимые Вот Такая Ситуация Как Бета Точка У И Вторая Ситуация Сейчас Это Ровно То О чем Я Говорил А1 Бета Точка Бета 1 точка Бета 2 Вот Так В Причем У Принадлежит Вот такому Множеству Так Ну здесь Примечание Бета 2 Возможно Пустое Возможно Пустое Возможно Вводит Пустое Слово Тем не менее Вот Ну вот Это Невозможно Да На самом деле Это предельчество С определением Ну просто Вот это предельчество Нужно там построить Сейчас Нужно Некоторые Зубодопители Выкладки Для этого Ну в чем смысл Смотрите Это то же самое Что тут было Такая ситуация Вот она тут Это что Это Reduce А такая ситуация Если бы 2 Пустое То это тоже Reduce Если бы 2 Не пустое Ну если бы 2 Пустое То у вас Не EFF А просто First If 2 Не пустое Это EFF Это Shift Это Shift Это Reduce Значит В таблице Возникнут Две команды Вот они И мы говорим Что если допустима Такая ситуация То такая ситуация Недопустима Вот Значит мы хотим Чтобы они не попали В одновременно В множество Тогда Мы говорим Что в множестве Лежит либо это Либо это Либо ничего Потому что они Довременно лежать не могут А это означает Что у нас Либо reduce Причем Однозначный reduce Либо shift Либо ничего нет То есть reject Вот такая вот теорема Что будем доказывать Давайте докажем Я тут не очень Двину Доказательство Причем Лема Огдана Доказательство Лема Огдана Это Задача на около 10 На экзамене Ее решают Часа 3 Ну утверждается Что льва Зачем Уплодительный экзамен Решается Не менее 3 часов Конечно Георгий Над вами Прикалывался Задача Но Наверное Задет у сайт Миллион баллов Я так думаю Часто Что Да Что ли Тоже Лема Огдана Что ли Доказывать Значит Необходимость Что так Ну Ну пусть Неяно Так Давайте сейчас Кладно Все это Рассмотрим Сейчас есть две Такие ситуации Допустимые Значит Существует Два вывода Существует Допустимые Ситуации Для этой ситуации Как выглядит вывод Альфа А Дубль В Иглс Р не пишу Тут все Все правостороннее Альфа Бета Дубль В И это Этот вывод Порождает Вот эту ситуацию Вот вам префикс Альфа Бета Где будет точка Ну вот она Точка тут Вот он Омега Вот ну Дубль В Вот он У Угу И второй Вот Так Здесь Надо сейчас Не запутаться Альфа Один А Штрих Икс Да Вот И отсюда Альфа Бета В А А Хотя Здесь Что В В И Не важно Главное Чтобы тут Ферсы Совпали Это означает Вы Отсюда Напишу Альфа Равно Альфа Один Бета Один Сейчас Да То есть Вы раскрыли Альфа Один Бета Один Значит Альфа Один И Бета Один Вы Свернули В Альф Вот он Тут И тут Получили Какой-то Бета Два Сейчас Правильно Неправильно Так Альфа Один Да Вот оно Вот Ну это же Альфа Один Бета Один Бета Два Икс Ну Вот это Вот это Теперь ФС одинаковые Вот и буквы Одинаковые Ну у нас Сейчас Омега Икс Это те буквы Которые там Находятся дальше Ну здесь На самом деле Мы это не пишем Потому что тут Уже написано Что эти Ситуации Обе возникли В месте Выводе Написано Что у Это Ефф От бета Два Так Где Вот тут В определении Тут Да Ну и Здесь уже написано Что К букв Совпали Вот это Написано Ну поэтому Здесь я это Не пишу Не то что Префиксы У них К букв Одинаковые Дальше Там Бог знает Что 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 Происходит Вот Ну здесь First K W Равно U Ну Все по классике First K От Х Равно V Вот И Альфа Бета Это Альфа Бета 1 Да Альфа 1 Бета 1 Да Здесь Будет Большой косяк Вот Не обязательно Что Альфа Получается Важно Что Важно Что Вот это Вот это И вот это Совпали Вот Ну то есть Мы получили префикс Альфа Бета Двумя способами Ну давайте посмотрим Разбор случаев Забудовительный Разбор случаев Ну вот Нужно на самом деле Сказать что Если это два Reduce То сразу Запределение следует Что они одинаковые Если это Shift и Reduce Тоже Запределение следует Что Они одинаковые Вот Три случая Они как раз Так и выглядят Что это Два Reduce С одной длиной Два Reduce С разными длинными И Shift и Reduce Месть Ну поэтому Дело что Два шифтаника Фиктует Потому что Если вы читаете Буквы То вы его Просто читаете Случай один Бета 2 пуст Бета 2 пуст Так Давай смотреть Так Отсюда следует Что Здесь у нас Бета 2 пуст Смотрим сюда Этого нет Значит Вот эти штуки Одинаковые Что У равно В Ну то есть Раз вот эти вещи Одинаковые То тут Первые К буквы Совпали А первые К буквы Совпали То вот они Местер равны Вот мы же Хочем сказать Что Эти два правила В итоге Выводят Под строку Альфа, Бета, Омега В чем тут Кроется Проблема Вот Вот это Альфа, Бета А Омега Она вот здесь А если Бета 2 Омега Она вот здесь Значит У и В равны Так Значит И выводы Имеет вид Из Стрих Альфа, А, Омега Альфа, Бета, Омега Ирис опускает Если вдруг возникает вопрос Задайте его Обязательно Вот И ферсты равны Значит Ну и там Ферсты В Так Значит Поскольку ситуации Различные Либо А не равно А1 Либо Бета не равно Бета 1 Давайте смотреть Ситуации разные А Бета 2 у нас нет Значит У нас либо это Не одинаково Либо это Не одинаково Ну либо оба Ну Вы понимаете Что В обаих случаях У нас определение сломалось Ну что такое определение У вас и буквы равны Где-то тут оно было Кажется А, оно было Но мы его стерли Ну вот Если вспомнить определение У вас и буквы равны И получаемые Кусочки префикса равны Вот эти суффиксы префикса Тоже равны В этом случае у вас буквы равны В этом случае префиксы равны Ну все Вот это Противоречие определению Ж Не ЛРК Это понятно сейчас? Почему У равно В? Значит Пусть Бета 2 пустой Если Бета 2 пустой У нас вот этого нет Вот Сейчас у нас вот этого нет Вот Оттуда следует, что раз мы выводили одинаково То здесь слова возможно раздлины Ну просто по рассмотрению На самом деле кажется, что даже омега равна Иксу Но нам это не нужно думать Мы здесь говорим, что Вот Получаемое слово одинаковое Противоречие тоже одинаковое Значит, что у него ферсты одинаковые Тут ферст равно У Тут ферст равно В И значит У и В равны Поскольку Вот омега Оно на самом деле Равна сопротивляет вот этим Если этого нет, то сопротивляет псом Правильно, неправильно? Вот Я сейчас боюсь сказать, что Омега равна Иксу Но мне сильно хочется отверить Вот Ну, если мы говорим, что мы вывели одно и то же слово Здесь на самом деле Могут возникнуть проблемы с тем, что В Иксе Могут быть не терминалы, которые как-то потом раскрываются Вот Но именно то, что тут ферсты равны Оно следует именно отсюда Вот Как вы сказали У вас бета 2 нет, поэтому EFF А поскольку V это строка из терминалов То EFF это просто ферст Так, это был первый случай А это ямпо-стоящее определение Второй случай давайте где-нибудь построим Давайте тут Так, ну собственно говоря Если вдруг вы будете рассказывать в таких терминах алгоритм И там объясните, почему у вас правильно работопостроение в ЭКЖ И вас вот это не примет, то можно позвать меня Я там поругаюсь, чтобы это тоже принималось Я не в автоматном сетбу человека, говорят В случае два Ну Я готов принимать что угодно, если там будет понятно Так Бета 2 Это просто строка Сигма плюс Именно строка из букв Из терминала Что это означает, что Тут написан shift Тут написан reduce Бета 2 равно z That's почки z Ну вот обозначим его так И выводы имеют вид Так Из S' Альфа А Омега Альфа Бета Омега Из S' Альфа 1 А1 Икс И дальше А1 квадратская бета 1 Бета 2 Ну это явно напишем Альфа 1 Бета 1 Z Икс Почему я тут перешел от греческой буквы К английской буквы Чтобы сказать, что это строка из маленьких букв Вот Чистаем равенство Это тоже уже знаем Так, и Значит, ef меняем на first Так, есть шанс у кого-то в зале показать, что он все понимает И объяснить, почему тут не eff, а first будет написано Да, B2 от слова точно не пустое То есть там ни терминала нет, поэтому по определению ехать все одинаковые Так А равно U Так, давайте покажем противоречия Так Хочу что-то с чем не совпадает Альфа А за фикс Точно не равно чему Альфа 1 А, один икс Так Что тут написано Тут написано, что если бы это было LRK грамматикой То, поскольку мы здесь получили Одинаковые преписи, одинаковый кабух То должно быть одинаковое правило То есть получается, что справа написано одно и то же Вот Альфа А, Z, X Значит, отсюда следует, что В этом выводе Да, до свидания Значит, подставим Вот этот ZX и попробуем вот это установить по A Ну, так как это LRK грамматика Эти выводы должны быть одинаковые Означает, что это и Z можно получить А эти вещи не совпали Так Значит, если Значит, так, как Z не пусто Ну, видите, тут поскольку заднее пустое Ну, тут X букв А тут стоит не терминал, а тут стоит терминал Ну, уже противоречит Эти строки не равны А это противоречит определению У нас в определении требовалось, чтобы Давайте сейчас его здесь выпишу еще раз Для того, чтобы Сдает 40 из маленьких букв А 1-то большая буква Ну, у вас изначально Вот Ситуация Так Сейчас Здесь Хорошо бы написать Здесь вот явно противоречие Значит, мы требовали Альфа Y равно гамма BX Значит, напишем Альфа Это у вас было в определении Ну, вот оно у вас Альфа Y Вот это, это, это Вот это, это, это Ну, то есть Явное определение Мы требовали, чтобы эти выводы Однозначно определили Последнее правило Это означает, что Однозначно определяли Стэк, который мы видим То есть Если тут одинаковые ферсты То тут Должна открываться Одна и та же буква То есть Идет до того, что Если вдруг у нас Эти выводы С перфиксами Один другого То есть А1 получается Из А Правилами вида Вот А1 что-то Вот так А штрих что-то Из А штрих получается Там А2 штрих А Что-то И потом в итоге Получается А1 Поэтому Явно сказать, что Прямо один и тот же Ввод нельзя Бывают и такие ситуации Вот Но здесь Подходить на терминал Получается, что Строки, которые мы тут видим Они разные Это Просто Противоречит с определением Я вот это выписал Потому что Сейчас сам В этом немножко сомнился Вот Ну тут это видно У кого есть определение Можете сейчас Подкрыть Прорезать И увидеть, что Ровно это Мы и требовали Так Где оно Что-то еще раз Альфа Гамма АХ Вот он Вот это Это И Гамма БХ Гамма БХ Вот Что-то такое Так Ну это второй случай Третий случай Совсем Будет попроще Так По поводу Случая два Надеюсь, что Стало понятнее Что происходит Ну то есть Эта ситуация Соответствует тому Что тут мы делаем Шифт И делаем reduce А Первый случай Это два шифта Ну и давайте Где-нибудь Сделаем третью ситуацию Третий случай Ну вот этот Самый несодержательный Мы его сотрем Существует не терминал Принадлежащий Чему? В это два Ну это последний случай Соответствует Что у нас строка Не просто не пустая Еще и такая Слизательно не пустая Ну тогда следует Что здесь Чтобы взять reduce Нужно сначала Бета-2 Как-то свернуть А только потом Сворачиваться в A1 Ну здесь это явно написано Бета-2 У нас выводит Что Бу-3 У-1 У-2 У-3 И У-1 У-2 Не Эпсилон Ну то есть Это вывод содержательный Так Как Не терминал B Не Меняется Почему на Эпсиле не меняется? Потому что в EFF Явно написано Ну ладно Тут уже не написано Но было написано Что первый Самый левый терминал На Эпсилон Не заменяется Мы гардерно читаем К букв В случае с одной буквой Мы прочитали одну букву И были уверены Что это одна буква Точно есть Тут мы уверены Что К букв Точно есть Так Это так Есть два вывода Первый как будто Так и остался Альфа-бета-омега Второй вывод Стал сложнее Альфа-1А1Х Альфа-1БТа-1БТа-2Х Я пропущу тут два шага БТа-1О1У2У3Х Ну то есть Вот этот вывод Поставили сюда Альфа-1БТа-1 равно Альфа-бета Как было до этого Так Так В определении Из определения В определении что мы требовали Так что тут целая куча длинный срок одинаковые Альфа-А Альфа-1О2У3Х Это вот то, что было там Равно альфа-1БТа-1 То есть мы Посмотрим эти выводы не вот так теперь А вот эту часть И часть, которая с буквой Б У нас же теперь сам правильный терминал поменялся Тут он был А1 А тут он уже не А1 Для определения это уже будет Б1 Альфа-1 Так БТа-1У1Б Смотрите Смотрите, у вас префикс стоит сразу после точки Вот точка, вот точка, вот они У вас префиксы совпали Это самое главное, что нужно понимать Это алгоритм Потому что у вас совпали префиксы И совпали части с за правилами Префиксы вы контролируете Ну, что видит алгоритм? Вот он когда видит, он смотрит Что у него есть на слове Вот он вот это Не отличает, что это за правилом Или внутри правила Вот, поэтому мы говорим, что тут за правилом А если стоит точка Ну, вот это за правило А это стек Он просто знает Поэтому мы говорим, что мы всегда знаем две вещи Вот эту вещь и вот эту вещь тут Просто в тему чтения У вас вот эта часть с этой частью вместе свернется Ну, там же написано было First от Альфа-У Или там First от чего-то-У Вот, поэтому Мы не знаем положение точки в правиле Но мы знаем, что эта точка находится в слове где-то Так, здесь что написано Мы рассматриваем два правых вывода Порождающие стек Ну, тут Вывод Ну, с последним раскрытием Чтобы получить этот префикс И тут, чтобы все было буквами Мы же хотели, чтобы у нас После префиксов только буквы шли Тут нужно открыть просто букву А А тут нужно открыть букву А1 И дойти до буквы Б Поэтому тут вывод стал длиннее И мы фокусируемся на разных частях Вот, значит, мы требуем определения вот это Это можете проверить Что-то, ну, правда, так и есть Так Отсюда Считая, что Альфа-бета-1 равно альфа-бета Получаем Ау-1у-2 Да, ну, чему Так А1-2 Бета-1 Вот Ну, это оттуда получается При помощи подстановки Альфа-бета-1 Ну, подстановки того, что у нас префиксы равны Так Сейчас посмотрим, как Это получилось из определения То есть Вот эта часть Совпала ПТ Вот так Ну Это строки из букв Вот И тут Из того, что у нас EFF верен Вот эти вот строки можно убрать Осталось вот это Вот это И вот это Ну, если посмотреть внимательно То То, что они совпали Написано здесь Просто этот бета-2 Он так же там открылся 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 И получилось Вот это вот ровно и получилось Вот оно У-3 У-3 И потом Икс, который вылез отсюда Где он Та-та-та-та-та-та-та Вот он, Икс Да, но они же не оба откуда взялись В наших правилах кабук зафиксировано Но эти кабук Они выходят отсюда и отсюда Кажется так Сейчас, минутку Так В определении требуется, чтобы они были равны Ага Вот, значит У нас не только префиксы, у нас еще и кабук равны А, условия, которые забыл записать Спасибо, что меня остановили здесь Вот Здесь написано, что вот эти вот строки совпали Вот оно тут У-1 У-2 У-3 Х Вот этот кусок, который находится за бета-1 За префиксом У-1 У-1 Куском за префиксом вот тут Вот где мы получали А-1 В начале дублевая Так У-1 У-1 У нас возникало С первого вывода Я точно помню, что он там был Так Ири, где у нас возникало сейчас У-у-у-у Чего поехали по значению, что ли Так, ну тогда давайте Разбираемся У-у-у У-у-у Так Ири, кажется, где-то повыше был У-у-у Значит, префиксы У-у-у 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 У-у-у-у 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 У-у-у-у-у и вывод, в котором из А1 получается вот тут β1, β2, и из β1 все это даже открывается, то вот этот хвост, который находится после префикса, соответствует хвосту здесь. Кажется, должно быть верно вот так. Сейчас я посмотрю. Ярно сложная теорема, на самом деле. Так. Ну, давайте своими силами сейчас попробую еще остыло переписать и вытащить это. Что? Как потом сократили? Ну, дальше, на самом деле, нужно смотреть, что у нас известно. У нас известно, что αb, α1, β1. Вот. Видишь, что тут α1, β1 есть как префикс, а тут нету. означает, что здесь можно поставить β вместо этого. Вот, вот этот α сокращается, тут как-то сокращается, β останется. и вот он тут будет. Сейчас, вместо 1 β надо поставить. Проверяем. Так. Давайте сейчас попробую еще раз это вывести. Вот. Я боюсь, что он тулся на какую-то опечатку, но при этом настолько простая вещь, что сейчас мы, кажется, сами получим. Что? Что? Я отопечаток, согласен. Первый вывод. f' Вот он. αa, ω, α, β, ω. Правый вывод. α1, 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 x из α1, α1. Так, из α1, β1, β2 пишем. Ну ладно, сейчас β2 раскроем. Вот. х. Отсюда α1, β1, u1, b, u3, x. Открыл вот здесь. Дальше. α1, β1, u1, u2, u3, x. В терминах теоремы. Есть два вывода, где сам право не терминал раскрывается. Мы дождались момента, где сам право не терминал. Тут b, тут а. α1, β1, u1. α1, β1, u1. Это кажется неправдой. У вас точки у нас простоят. Вот у вас точка для активного префикса. У вас префикс. Вот. Вы смотрите на эти выводы. Так, давайте сейчас это напишу, и мы сейчас с ним посмотрим. Так, чтобы точно не наврать. Ужасно сложные вещи. Именно потому что формальные. α, β, ω. А. Так, ну, все что совпали. С этим вопросом не возникает, потому что вы это явно просели. Значит, откуда следует, что α, y, но γ, b, x. Вот. То есть α равно γ, a равно b, x равен y. Давайте смотреть, что у вас активный префикс. Вот он, α, β. Тут. Вот он, α, β. Тут это γ. Даже не это γ. У вас вывод остается вот здесь. Вот. Так. Сейчас попробую с этим посмотреть. Значит, то, что находится, то, что находится до правой буквы. здесь. Вы хотите сказать, что вот это активный префикс теперь будет? Так. Мне равно смутное ощущение, что это не должно быть так. Что? Да, это сейчас кажется, что такое должно получиться. так. Упределение. Значит, вот буква, вот бук. Хорошо. Значит, вот префикс. Тут у нас что является? Давайте посмотрим. Нам нужно найти кусок, состоящий из букв. Тут этот кусок вот здесь. А тут это, это не U. Да, это U3x. Вот. Значит, ну, из-за того, что мы написали, мы знаем как раз таки, что эти вещи совпадают по первым к буквам. Ну, хорошо. Знаешь, а что мы вывели из B? Мы вывели U2. Тут что мы вывели? Так. Вот. Нет, пусть так вот он, активный префикс тут. Активный префикс тут, кажется, еще длиннее. Вот он такой. Вот. Вот. РД готов поверить. Так. Ну, раз они равны. Раз они равны. Так. Ну, давайте теперь напишем тут. Значит, A равно B. А равно B. Дальше. Гамма равно альфа. Альфа равно тому, что было здесь. Вот. И неужели, это удивительно. Нашли опечатку Ваха Ульманью. Страшно становится. Гамма. Гамма. Так. И X. Здесь написано. X равно Y. Вот это равно вот этому. Здесь что написано? X. И X. Равно Y. 3X. Вот. Но поскольку отсюда следует, что он равен еще и омеге. Хочется получить, что на самом деле такая ситуация в принципе невозможна. так. У 1, у 2 не пустое. Это не пусто, потому что его нетривиальный. Так. Подставляю. Меня вот этот он меня смущает. Вот он. Где-то тут надо сказать, что O1 пустое, тогда получается, что у нас B выводится сразу. Сейчас я пытаюсь понять, где там надо сказать. Так. Сейчас получили два вывода. B1. Хорошо. Значит так. Теперь здесь. Что является активным префиксом? Тут альфа, бета. Тут альфа, бета. То, что было здесь. Ну, активный префикс точно тут альфа, бета. Тут он должен быть каким-то... А здесь он получается... Кстати, нет, не полностью. Все-таки не альфа. Ну, вы здесь неправильно говорите. Мы же берем не все, что получается тут. А, ну, как я говорил в начале, у нас возникла ситуация, что здесь мы открыли по альфа, бета. А тут бета был длиннее. Тут у нас B открылась как это 1, бета это 2. В начале, помните, такое было? Вот. Мы видели, что мы вот это заберем, это заберем в гамму, это как бета, а это откроем туда дальше. Гамма это то, что до B большого идет, но префикс у нас в итоге короче. То есть получается, гамма должно быть меньше, но мы должны забрать... Сейчас, а если здесь говорить, что вот это гамма... Ну, давайте посмотрим на этот вывод вот так. Вот, и потом заберем вот так. А все остальное скинем... Значит, вот в эту мы забрали. Вот это вот мы забрали. А потом скажем, что вот откуда как-то велось вот это. И вот это остаток слова. Посмотрим на один шаг назад. Вот. Вот. Да, вы кажется, тогда что должно складываться. Тогда вот эта часть равна вот этой части. Что? B2 где? B2 это строка. B2 это вот она тут была и B2... По-моему, даже тут не выводится, а просто равно. Ну, вот так обозначили, да. Хотя бы один нетерминальный символ. А, мы ее на последнее правило, то есть из него выводятся. Тут был какой-то нетерминальный символ, оно как-то пооткрывалось, и предпоследний шаг вылет вот так. Ну, вот вам два вывода. Значит, здесь остановились. Тут за один шаг получили это, а тут самый плохой случай реализовался. Так, мы еще, кажется, потеряли человека. Ну, ладно. Так, тут мы дочитали до бета-1. Ну, здесь получается, что вот этот кусок, он очень длинный. Вот он тут. То есть мы оттуда сразу сюда идем. Вот этот, это наш префикс, это наше слово. Тогда это слово должно быть равно чему? Что сотрем? Вот этот, этот? Давайте сотрем. Так. И теперь разбираемся. У1, У2, У3, Х. Остаток слова. Слово не удлинилось. Вот. Ну, это уже что-то, на что должно быть похоже. Да. Так. На один шаг назад. Я был уверен, что это получалось, когда я это все выписывал у себя. Сейчас перестало. Достаточно. И, Аф нафёрст. Нам. И, Аф нафёрст. Так. У2, 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 У2. Даже что-то y вообще не выводился. Так, а здесь получается что? Получается x. Вот он тут. Ну, давайте с не тем нормальным тогда разберемся. Тогда уже со словом потом будет видно, что у нас буквы равны a равно a1. Это мы получили. Дефиксы мы тоже получили. И еще гамма совпала. Вот здесь все совпало. Вот. Ну, просто отсюда должно получаться, что непременно u1.2 пустое. Что? Ну, u3 как раз-таки попадет сюда. Вот. И как раз-таки тут, поскольку оно пустое, а мы предположим, что оно не пусто в терминах того, что здесь EFF, и здесь получается проблема. Вот противоречие, оно оказывается здесь, что поскольку EFF, это не должно быть пустым множеством, а оно получается пустым, потому что воспринение такое. Кажется, распутались. Да, нет? Еще раз, смотрите. Что значит, что у нас здесь написано EFF? Чтобы взять shift, значит, если у нас бета-2 не пустой, то должен открываться первый нетеринал как не пустое слово. Мы это предполагаем здесь и пишем тут, что вот это не пустое, потому что, ну, такой определенный EFF. Значит, мы именно такой вывод и рассматриваем. Но, если мы его расписываем в терминах определения, мы получаем, что вот это слово должно сопротивляться вот с этим словом. Но чтобы они совпали, вот эти не будут неприятно пустыми словами. То есть это означает, что если мы сконцентрировались на этом правиле, видим U, то здесь... Нет, вот U3, оно попадает вот так вот. Вот. Вот U1, U2 будут пустыми, а U3, X попадут сюда. Видите, U это бета-2, V. В бета-2 у вас вылезет U3, вот, и U, оно у вас останется. Стало понятнее? Ну, здесь что написано? U лежит в EFF от бета-2, V. Что здесь означает? Вот он U, ну, U, который там возникнет. Это не U, это их. Вот. Тут U, а здесь V лежит вот здесь. Означает, что вот эта вещь совпадает вот с этой вещью, а вот эта не пусто, потому что EFF. Но мы получили, что оно пустое, как раз-таки тут. Вот эта строка. Вот. Вот. Да, все. С тебя точно убедилось. Осталось вас убедить. Так. Вот здесь, да? Так. Х это тот же самый Х. Так. Потом, сейчас. Где-то в словах не потеряться. Потому что здесь у нас A1. Он открылся, 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 пришел сюда. Вот, альфа-1, бета-1, и бета-2 дооткрывалась. Надо сейчас смотреть, куда точка попала. Ну, здесь в определении у нас префикс вот он тут и вот он тут. А здесь, так, ну, мы используем понятие префикса. Так, сейчас я это найду и покажу. Ну, и Х. Х это не то, что выходит из правила. То есть, сюда еще дополнительно что-то попало. Вот эта вот вещь. Ну, да, вообще, получается, что вы правы. Там не то, что U2, там все ушки пустые. Кажется, получается так. Ну, в любом случае, нам нужно доказать, что U2, U3 пустой. U1, U2 пустой. А мы предположили, что он не пустой, потому что EFF. Ну, третья ситуация соответствует какому-то шефту, после которого придется какой-то редюс. Ну, самое плохое значение определения, когда мы должны дочисать больше. Вот. Разобрались? Наверное. Так, это надо еще порасписывать. Я рекомендую еще порасписать. Я еще распишу, скину обязательно в канал. Канал общий, конечно. Не, ну, если это скину, то скину всем. Вот. У меня это точно работало, сейчас это что-то подразвалилось. Я сегодня еще это порасписываю. Я не уверен, что я знаю, кого-то, кто может открыть нормальный. Вот. Что? Ну, давайте сюда в обратную сторону разберемся, чтобы сейчас не дать не теме. Так, ну, J — это не леограмматика. Построю вывод. Ну, построю вот эту систему вывода. Значит, это штрих. Так, и второй вывод. Какой-то гамма Bx. Откроем гамму. Откроем B. Дельта X. Еще что-нибудь поделаем, получим альфа. Альфа, бета, y. Ну, вот все как тут. При которых альфа не равно гамма Bx. Так. И ферсты совпали. Ферстка Y равно ферстка Y. Что? Ну, написано альфа Y равно гамма Bx. Сейчас. Альфа AW равно гамма Bx. Сейчас и проверим. Да, Y. Я прошу прощения, здесь описка. Так. Ну, значит, там доказывается промежуточная лемма, которую я как раз таки опустил. О том, что здесь без значения общества можно считать, что претис длиннее. Сейчас объясню, как она доказывается. Гамма Дельта больше, чем альфа Бета. Что это означает? Что тут нужно непременно читать больше. Но если больше читать не нужно, то давайте мы откатимся на пару правил назад и посмотрим, в какой момент мы это перестали читать. Вот. Это что-то совсем техническое, поэтому я это пока оставлю. Ну, то есть, если вывод... Если вот это короче, то мы тут просто посмотрим на правила, которые идут, следуют дальше, и рассмотрим его. Так, чтобы мы прочитали сильно больше, чем здесь. Вот. Ну, поэтому будем считать, что тут претис длиннее. Разбирая как-нибудь дать, мы получим Бета и видим У. Вот. Ну, еще раз. Что считает, что у нас в случае короче? Что тут оно короткое? Если вот это короткое, означает, что здесь есть не терминалы, которые в будущем откроют нам альфа Бета. Давайте не терминалы открывать, открывать, открывать. Пока в какой-то момент слова, которые будут... Ну, фиксируют слова, пока не получится больше. Она точно получится больше, потому что нам нужно здесь получить... Сейчас. Нам нужно получить здесь подслова для НК. Ну вот. Тут хвост слова, тут хвост слова. Вот. И если тут строка короткая, мы выбираем не терминал, продолжаем дальше открывать, 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 пока строка не станет длиннее. И в какой-то момент скажем, что вот вот это расширим. Дельта — это то, что уходит из Бета. У нас вот есть правило, Бета. Дальше разбираемся. Так. Чуть пусть. Чуть последнее. Значит, в этом выводе. Здесь вывод 0, здесь вывод 1. в 1. Последняя строка. Это. Ага. Последняя строка. Альфа 1. То есть мы вывели вот это, потом получили это за один шаг. Тогда длина открытой части не больше, чем альфа-бета плюс 1. Ну, смотрите. Мы вывели вот это и за один шаг получили вот это. Ну, то есть это самая последняя цепочка, которая происходила перед выводом вот этой. Ну, как ты выглядит. Я писал такую цепочку. альфа 0, альфа 1. Это последний. До него вот этот был. поскольку здесь больше, давайте поищем такую последнюю цепочку. Может, самый первый. Ну, просто здесь хочется сказать, что здесь то префикс на стеке по длине больше либо равен, чем альфа-бета плюс 1. Ну, в конце больше. Вот. И давайте мы идем по выводам, идем, 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 пока первый раз не будет хотя бы альфа-бета плюс 1. Ну, вот остановились. Так, отсюда куда-нибудь пойдем писать. Я очень хотел достирать, видимо, придется это стереть. альфа-1, который меньше либо равен, чем альфа-бета. Меньше либо равен, чем гамма-бета. Ну, да, в силу выбора. Вот. Это потому, что альфа-1 входит в альфа-бета. Альфа-1, бета-1, это альфа-бета. Вот там это было написано. А здесь, ну, вот он использовал вот это. Тут альфа-1 взят. Ну, мы хотим построить вот это, может быть, с ситуацией. То есть, мы говорим, рассмотрим вывод, в котором тут получается больше, чем здесь. Открывание терминала. После этого рассмотрим последнюю строку, на которой было короче, потом стало длиннее. То есть, это первая такая строчка, что тот трефикс, который был на стеке, то есть, предпоследний шаг до этого терминала, был хотя бы альфа-бета-пусс-1, да. Но мы сейчас построим. Ну, вот. Мы хотим вытащить вот альфа-1, который был здесь, а1 и бета-1. Вот мы сейчас выбрали альфа-1. Вот мы вот так выбрали. Альфа-1, а... Здесь а1, да. Так. Вот. И в выводе нет правила бета-эпсона. Для чего нужно, чтобы не было такого правила, чтобы мы вот EFF написали? Вот. Почему это можно достичь? Давайте посмотрим, почему это можно достичь. Ну да, если бы это правило применялось последним, то есть, если до этого у нас пустойний терминал, то значит, длина была такая же. Ну, у нас EFF, значит, длина не увеличилась. Значит, это спорочка не первая, на которой длина стала больше. А мы взяли первую спорочку, где длина стала больше. Это если последнее правило, не открывать, не открывать, не открывать пустым словом. Ну, а дальше, оказывается, мы уже все построили до конца. Сейчас надо только это произносить. Значит, таким образом, уровно first от Y не просто first от Y, а еще EFF от Y, потому что тут явно написано, что терминал не пустой. Вот. И получаем ситуацию вот такую, как раз таки, эта ситуация из вывода, на котором последнее правило, это то правило, на котором первый раз длина стала больше. Да? Мы взяли такое правило, что тут длинный, до него был короткий. Если не терминал открывался пустым, длина до него была такая же. Потому что пустого слова имеет нулевую длину. Значит, это не первая такая ситуация. А значит, если первая такая ситуация, то тут не терминал не открывается пустым. Означает, что first на YF можно поменять. Этот вывод генерирует нам вот такую ситуацию. Но вот этот вывод генерирует вот такую ситуацию. И U равно EFF от бета 2V, потому что мы явно нашли терминал B и явно сказали, что он не пустой. Достаточно условия. Да? Тут? Вот. Это... Ну, нам нужно получить, что альфа 1 не больше, чем альфа гамма тут. Это... Это нужно здесь, чтобы сказать, что альфа 1 с этим кусочком пройдет на префикс. Вот он. Вот эта вот вещь не больше, чем вот эта. Означает, что вот эта штука не пустая. Вот. Ну, или, возможно, пустая, но означает, что это правило, вот оно тут заканчивается. То есть, если бета 1 пусто, то точка находится тут. Это означает ситуация, что альфа равно альфа 1 просто. И бета пусто. Вот эти вещи равны, и там равенство. Если тут не равенство, то бета не пусто, и бета 1 тоже не пусто. Да, точка тут. Но нам нужно гарантировать, что здесь правило хоть сколько-то прочитается. Надеюсь, понятно. Да, нет? Так. Ну, нам нужно, чтобы это правило было последним. Вот. Для того, чтобы оно было последним, нужно гарантировать, что альфа короче, чем здесь префикс. Вот. Ну, не длиннее. Если альфа длиннее, чем тут префикс, это правило длиннее, значит, нам нужно не такую ситуацию, а какую-то ситуацию до нее. Вот. А мы хотим эту ситуацию явно описать. Поэтому говорим, что альфа 1 короткий, значит, бета 1 либо пустой, либо еще какой-то, но если он длинный, то, значит, бета никак нельзя взять. Значит, надо брать правила пораньше. Значит, здесь можно поставить вот такую ситуацию. В силу того, что терминал открывается непустым словом, здесь пишем EFF, получаем две ситуации, которые подозревают противоречащие правила. Сейчас эта грамматика не ЭЛЕРК, например, точно построится. На самом деле, вот это для алгоритма особо не нужна, эта часть. Вот это позволяет, что гарантировать? Если поставить таблицу, там есть противоречие, то грамматика точно не ЭЛЕРК. Вот. А необходимость гарантирует, что если вы взяли грамматику, как-нибудь его проверили, построили таблицу, там все будет хорошо. Это алгоритм, ну, а это сказать заказчику, что он идиот. Вот. Вот вам таблица, там есть противоречие, ваша грамматика неправильно, извините. Это была терема 5.9. Значит, пункт 3. Я распишу, пришлю в чат, даже до экзамена. Вот. Это я готов пообещать. Так. Ну и сейчас надо обещать, как построить В. Это совсем просто. Ну, да. Уже объясняли. Значит, строим В, К, Ж, Т. ну как его строим? Берем правило, которое в точной выводе есть. Начинаем его пополнять, пока пополняется, ну, замыкать. Смотрим какие правила вводятся из С. Замыкаем, замыкаем, замыкаем. Дальше нужно получить до основных префиксов. Ну, как мы делали снимать к Артема? Брали, где осталась точка перед А, переносили ее. При переносе говорим, что тут go to, это лема доказанная с лекцией, то go to от V, кажется, Павел мне понравился в лекцию, поэтому я тоже сейчас доказывать не собираюсь. Вот. Ну, как мы его определяли тут по X2, то это V, К, Ж, от гамма, X. Как его построить? Это замыкание может быть таких ситуаций. Альфа, точка, X, бета, слово, вот так вот, для ситуации вида альфа точка икс бета. То есть, смотрите, как это сделать. Мы берем все ситуации, где истри точки перед х, тащим точку туда, а в то что-то замыкаем. Утверждается, что это будут все допустимые ситуации, только они. Это доказывается в зубодробительном случае с выводом. Но никогда это не детство, это было в лекции. Вот. Начинаем вот такой алгоритм, или теорема, кажется, теорема 5.10. Можете писать доказательства. Возможно, я когда-нибудь еще забронирую аудиторию, еще приведу такой вот семинар, теорема 5.10. Докажу. Да, да, да. Ну, будем разбираться. Так, ну, вообще-то говоря, это детство просто. Вы смотрите просто в векторе все ваши правила, потаскните точки, где-то замыкать. Ну, как замыкать? Смотрим все правила и пишем их, где у нас после запяток будет стоять ферст от вот этого. Построили vk от ε, дальше где-то перетащились, где-то еще перетащились, это у нас будет vk g от x. Теперь в чем проблема? У нас строки, префиксов бывает много, а в конечном множестве состояний. Но тут утверждается, что в какой-то момент вы начнете пересекаться, то есть не пересекаться, а совпадать. То есть у вас будут префиксы длинные и короткие, то есть там, я не знаю, x1, x2, xm, у него будет vk g совпадать с xe, xe плюс 1, xm. То есть оказывается, что для префиксов вот этот кусок важен, а этот кусок не важен. Но это просто явно будет в виду победить. То есть вы тащитесь сквозь точку, пока появятся новые ситуации. Это BFS, то есть стартное состояние и поехали, поехали, поехали. Протащили точку, замкнули, протащили точку, замкнули. И когда вы увидели, что если у вас такое состояние уже было, вы в очередь не кладете. Когда вы увидели, что у вас очередь пустая, вы посмотрели все состояние. GoTo мы строили под дороги, как мы получали следующее состояние, как бы в обходе, ну GoTo делали. А все, что GoTo у нас уже явно построено. Это GoTo, это функция G, функция перехода по автомату или функция перехода по alert-таблицам. Вот. А функция действия, мы тут ее строили до этого. Смотрим состояние, смотрим, если стоит точка в конце, делаем reduce. Стоит точка где-то в середине, и тут не пустое, простое, делаем shift. Вот. Корректность полноты здесь доказана. На мне еще третий пункт. Затем все. Если есть вопросы, задавайте. Полнота, если вы видите не лирограмматику, то при построении лирограмматической таблицы непременно получится противоречие. То есть, в какой-то момент у вас будет префикс и два стендя, которые дадут проблемы. Для таблицы это означает, что у вас будет ячейка в таблице, в которой будут два разных действия. Вот. Ух. Давайте. да. Нет, вы нашли все вкж и уже go to вам пункт уже делает. Это она и есть. Да. Как делать пункт cf? reduce при условии, что вот это ваш аргумент. Да. А shift? Если b это не пустое, и то, что b тоже не пустое. Смотрите, вы пока строите алгоритм, вы тут идете по префиксам, по дороге можно строить first и eff. Я считаю, что те, кто прошли курс алгоритмов, понимают, как построить first и eff, и я по грамматике посимвольно. Ну, тогда вы просто знаете eff здесь. Вы понимаете, если у вас v лежит здесь. А это какой-то там сет слов. Вот. Ну, все же нужно проверять, что у вас тут не терминал, который не открылся пустым словом, и все. Вот. Пока добавляются, не ситуации, показаются новым множеством ситуаций. Вы поставили старт во множество ситуаций, там, из него получили новое множество ситуаций. Вот пока эти множества отцеп меняются как-то, главное, помните, что это не вся ситуация. Ситуация спределяется правилом с точкой и словом. Потому что мне вот, некоторые студенты сосылают неправильные множества ситуаций, где путают тут доллар, а тут а. Это одна и та же ситуация. Нет, не одна и та же. Тут доллар, а тут а. Если у вас это одна и та же ситуация, то у вас LR0, простите, а не LR1. Пока ваше множество в окаже меняется. Поставили в очередь вот это. Достали из очереди в очередную ситуацию, протащили все точки, позамыкали. Если это не было обработано, там не стоит флаг, что это было обработано, в очередь. Достали из очереди, добавили в очередь новые. Дальше надеетесь на судьбу в том, что когда-нибудь это все прекратится. Почему это прекратится? Ну, если то, что у вас говорит, это LRK, это будет заканчиваться. терема 5.8, кажется. вот. Что-то досконечен. Такие вещи. Делайте до сходимости, по дороге строите GoTo, а потом проходите по всем ВКЖ и строите F. Ну, F вы сами сказали, как строить, вот так и строить. Вот. Как на практике проверяешь, что грамматика LRK? Если построили таблицу, то есть противоречия. берем теорему 5.10 в обратную сторону и говорим, что грамматика не LRK. Если противоречия нет, берем в прямую сторону, говорим, что грамматика LRK, таблица корректна, по ней парсим. Как парсим, в начале снорап создалось. Так, еще вопросы? У вас? У вас? Тоже, ну, отлично. У вас? Третий пункт точно докажу. Тут особо деваться некуда. Так. да? Альфа, ай, 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 ай? Вот. Здесь могли быть ситуации, когда они не терминал и не терминал раскрывают. Например, ситуация, когда у вас там B в C, C в D, D в E, вот. И тогда X, он пополнится. И мы хотим сказать, что он не пополнится, поэтому альфа, ай, вот, равно гамма BX. То есть, это не полная строка. Для того, чтобы она была полной, мы хотим сказать, что мы возьмем ее, прицепим сюда, потом это откроем, получим вот это. Есть омико какой-то. Вот. И поэтому, если мы возьмем альфа до X, то мы не прочитаем буквы, которые из B выходили. Вы понимаете, что здесь B в B находится не в конце, а в середине. Здесь это было написано. Вот. И поэтому X еще пополнится чем-нибудь справа, слева, вот сюда. И для того, чтобы это не произошло, нужно потребовать, что если мы прицепим это сюда и продолжим вывод отсюда, то слово не укорочится. Ну, а здесь это написано. Просто не в терминсов, в термин грамматик. Вот. То есть, получается, что у вас префиксы такие же, последнее правило такое же, открывается такая же самая буква. Вот. Здесь, почему разные вещи, с точностью до того, сейчас. Альфа, бета, у. Да. Это могут быть разные слова. Вот в чем прикол. То есть, противоречие, если оно возникает, даже при том, что слова разные, алгоритм это не знает. Алгоритм не знает, он находится тут или тут. Смотрите, тут могло быть длинное слово, тут могло быть короткое слово. Вот. Если бы мы говорили, что одно и то же слово разбирается, то тогда да, здесь можно вот эти вещи приравнять. Но это означает, что противоречие гипотетически возможно. Вы при чтении не отличите, что длинное слово выводите или короткое слово выводите. И ровно потому, что в определении у нас слова бывают разными, вот здесь вот и мучились. То есть, что надо осознать, я это понял далеко не сразу, что это выводы разных слов. Поэтому мало ли, как тут альфа-бета раскроется еще как-нибудь дальше. Но при этом это слово, оно откатится сюда, это слово откатится сюда, и при парсинге обоих этих слов, если что, сильно расположился, кто-то там ждет, чтобы я отпустил, при парсинге этих слов эти ситуации возникнут, и они однозначно разберутся. Вот. Ну, это определение, его построил человек, который точно знал, что из этого можно что-то доказать. Поэтому, как его придумали, я тут не скажу. Как его придумали? Ну, его изобрели для того, чтобы оно работало. Оно максимально емкое. Вот. И как мы тут видели, в первых-трих случаях, мы увидели бы, если бы я доказал три случаев нормальные, я тут немножко развалился, что тут каждая буква верна. На своем месте. Так, еще вопросы? Нету. Ну, тогда всем спасибо. Ну, скажем, этой теории достаточно, чтобы его написать, чтобы его доказать, нужно еще что-то послушать, что-то посмотреть. Вот. Я утверждаю, что ЛР, вот пока вы его не сделаете там, руками, ногами, никак. Я его писал год назад, у меня уже память пропала. Если что, все свободные. Так. Небольшие диалоги. ЛР, Продолжение следует...